Добрый день, добрый вечер, доброе что-то. Каждое в своем времени, сейчас через интернет можно смотреть с любого места. Мы в жертвоприношениях, в праздничных датах. Тема становится напряженной. Мы немножко спорим с Нерей по поводу эсхатологии последних дней. Он смотрит по-своему. Я никак не смотрю, но я просто знаю несколько разных мнений. Есть, которые темы нас мало волнуют. Мне один человек, я его попросил, говорю, не хочешь про пророчество поучить у нас? Он говорит, я особенно про пророчество не озабочен, меня никак. А другой говорит, о, это моя любимая тема, давайте поговорим. У каждого свой интерес. Но жертвоприношение, для чего мы изучаем эту тему? Я очень надеюсь, что когда мы в себя принимаем информацию из Библии, разжеванную, и понимаем ее, у нас какие-то вещи, как пазл, как мозаика начинают складываться, и человек начинает видеть полную картину. Вопрос жертв невероятно важен. И с одной стороны, жертва, кто-то за тебя, что-то умер. С другой стороны, Библия, она учит нас, это факт. Сегодня масса раскопок производится, и находят жертвенные места, где там много костей, и все такое. То есть, Бог к этому относится серьезно. И, как говорит Новый Завет, что жертвы Танаха, жертвы Торы, они покрывали наш грех. То есть, это все равно, что ты голый, и ты оделся, и тебя принимают уже как человека, нормально. Но оно не исправляет внутренности. Жертва Ишу исправляет нашу внутренность. Мы говорили про Йом-Кипуровскую жертву. Мы говорили про то, что в Йом-Кипур происходит что-то глобальное. Продолжи на эту тему, Нерия. Йом-Кипур, и перейдем к Суккоту. Так вот, на Йом-Кипур, как мы уже говорили, самая главная жертва, это жертва искупления. Сначала первосвященник искупает самого себя и свою семью, приносит жертву. И вторую жертву, которую он приносит за народ. И самое интересное, что он заходит святая святых. По традиции, они говорят, что первосвященнику завязывали на ногу веревку. То есть, не дай Бог умрет, вытащить его. Если он согрешит и нечистый зайдет святая святых, то он может умереть. И мы не знаем в истории такого, что первосвященник умирал, но у него также были на одежде колокольчики. Бобинцы, чтобы показывать, что он там движется и жизнь дышит. Да. Так он два раза заходил на Йом-Кипур, два раза заходил за Завису. Первый раз за себя, а второй раз за народ. И послание к евреям, оно сопоставляет. С тем, что еще совершил для нас. И он говорит, что первосвященник заходил сначала за себя, а потом за народ. А Иисус принес себя за народ. То есть, он наша жертва. И он первосвященник, и он жертва. Небесной скинии. Так вот, и самое главное, конечно, для народа, это жертва умилостивления. То есть, два козла, один козел приносит жертву умилостивления, второй отпускается живой. И это как бы был прообраз нашего Господа, как я уже говорил. Два в одном. Да, Иисус, он и умер. И воскрес. То есть, как один козел, который был принесен в жертву, а другой отпускался, и на нем эта ленточка становилась белой. То есть, это символизирует до могилы и после могилы. Да. И наш Господь есть наше умилостивление. Он свою кровью умилостивил лицо нашего Господа. И Бог, Отец, видит тебя, и меня ли Он чистыми и непорочными через призму крови Ишуа. То есть, это псалом, который говорит, жертв и всесожжение ты не захотел, но тело уготовил мне, и вот я иду, чтобы исполнить написанное. То есть, Он пришел и с собою совершил глобальное исправление. Как пользуемся мы этим, это другой вопрос. И следующий праздник, это праздник Суккот. Празднуем Йом-Кипр 10-го Нисана. Через пять дней праздник Суккот. На русском Суккот это кущи. Праздник Кущи, да. По традиции, это вспоминая о днях исхода из Египта, что народ Израиля жил в таких шатерах. Куща это шатер. Не-не-не-не-не. Ну-ка поясни. Написано, что народ Израиля, когда вышел из Египта, он жил в Баалим. Окей. Палатка. В палатках. А в кущах Бог сказал жить только вот именно на праздник Кущи. Чем отличается куща от палатки? Палатка это такое сооружение, в которых жили люди, и там было даже несколько комнат. А кущи это временное жилье, и крыша этого жилья... Должна быть открытой. Должна быть открытой. Но когда Израиль жил в таких кущах? Только когда Бог им сказал жить... То есть это не совсем повторение того, что было при выходе из Египта? Нет, у нас нет. Окей. Так вот, куща, она временное житие, так же, как и мы живем на этой земле временно, и никто из нас не помнит своего прадеда, прапрадеда, да, и как он выглядел. Так же и куща, она стоит одну неделю, а потом ее нету, и никто даже не помнит, как она выглядела, да. И когда ты сидишь в этой кущи, ты смотришь на небо, ты понимаешь, что твоя защита... Там все вечное, а то вокруг оно будет через неделю разознано. И он твоя защита. Что он не пошлет на тебя дождь, чтобы не намочить тебя в эту неделю, что он будет хранить тебя. Но бывает, что дождь идет в эту неделю. По милости Божией, да. И несколько таких моментов есть в Писании. Помните, когда Йона, он проповедовал в Невере, вышел, и там написано, построил себе кущу. Почему? Потому что, когда еврей сидит в кущи, значит, пришло мессианское царство. Цель народа Израиля была прославить имя Бога среди язычников. Йона пришел и сделал эту миссию. Он вышел и говорит, все, наша миссия, как народ, закончилась. Поэтому он был такой грустный. Потому что он говорил, все, если язычники прославили Бога, они покаялись, значит, наша миссия завершена, как народ. Ну, есть много разных миссий, почему он был грустный. Или когда Петр с Иоаном увидели Иисуса Превознесенным, да, они сказали, давайте построим три кущи. Но они здесь не плакали, не были разочарованы, они как раз-то хотели этого. Да, да, но это совсем другое дело. Но опять, когда мы видим Бога на земле, значит, пришло время праздника кущи. Или когда Иисус входил в Иерусалим, это же было на Песах. Почему встречали Его с паленными ветвями? Потому что они понимали, что... Бог на земле, мессианское царство, праздник кущи. Можно начать праздновать. То есть, праздник кущи, это пророческий преддверие, преддверие того, что начинается мессианское царство. И это мессианское царство, оно должно захлестнуть не только Израиль, оно должно захлестнуть народ. Я думаю, жертвы на эту тему немного говорят нам. И числа, какая глава, 29-я на эту тему говорит? Я хочу прочитать про мессианское царство, это Захарий. Окей, прочитай нам. Захарий, 14-я глава, 14-го стиха. Затем все остальные и всех народов, приходящие против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Савуофу и для празднования праздника кущи. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Савуофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не пойдет, то есть, вот так перечисляй, да. То есть, к чему я это говорю? К тому, что этот праздник будет праздноваться... Повсеместно. В мессианском царстве. С всеми народами. Но здесь мне все равно не очень понятно. Что? Этот стих меня немножко вводит в смятение. Знаешь, как Раваним интерпретирует так? Они говорят, что в мессианском царстве будут праздновать не кущи, а пурим. Почему? 149-й псалом. Ширу ладуна шахадашти ладоба калхасадим. Исмах и сраиль варусал. Пойте Господу новую песню. Ваосе никама богоим. То есть... Сделает отмщение народам. Народам, да. То есть идея пурима какая? Они хотели убить нас. Мы выиграли, убили их. Давайте праздновать. Так же и в мессианском царстве они говорят. Все народы придут против народа Израиля. 14-я глава. А потом станут. А потом Господь придет, спасет нас. Мы их убьем и будем праздновать. Но те, кто останутся, придут к нам. Но вот почему меня смущает этот стих? То есть он меня не смущает, я просто не понимаю. Я думаю, это нормально. Есть аспекты в Писании, которые нам правильнее сказать. Я не понимаю, что это. Я не понимаю, что если наступает интенсивное мессианское царство, если исполняется молитва Господня, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. То есть когда грех удален, когда царство, когда визуализация святого, она настолько явлена, кто-то еще хочет игнорировать, а кто-то не придет, и тогда им они будут наказаны. Вот эти вот вещи у меня не включаются. Я думаю, это слово... Не, если мы берем за факт, что наш Господь абсолютное добро, и который не навязывает свою волю даже в мессианском царстве. Но когда удален грех, человек все равно видит... Абсолютную свободу. Бог дает тебе абсолютную свободу. Если вот подойти к этому моменту вот так вот. Что даже будет выбор тогда, если хочешь, не хочешь. Меррия. 29 глава чисел. Мы в празднике Кущи Суккот на Юлице. И там есть много жертв. Расскажи нам еще про жертвы. Раввины говорят, что этот Суккот, праздник Кущи, он важен не для евреев, как для язычников. То есть важнее для язычников. Для язычников. Почему? Потому что в этот праздник приносится 70 жертв всесожжения. Мы читаем, у тебя в твоей Библии как раз таки это все выписано. Сколько приносить? В первый день, во второй день, в третий день, в четвертый день. И так до восьмого дня. И в общей сумме выходит 70 бычков. Тельцов. Тельцов. Или даже, да, тельцов. Телец, вол. Это вол. Так вот, их приносят жертву за все народы земли. Каждый вол за каждый народ. Откуда мы знаем, сколько народов на земле? Сегодня, если мы читаем в Википедии, больше тысячи. Нет, 250 стран. Нет, стран может быть, но народов много больше. Но если считать, например, палестинцы, это не народ. Это арабы. Окей. Ну, в оригинале палестинцы, это даже не арабы. Это те, которые прибыли с Крита. Это греки. То есть, в оригинале, те филистимляне, которые были. Это не палестинцы, это филистимляне. Окей, это другой вопрос. Бытие, 9-я, 10-я глава, они говорят про Ноя и его детей. И от них, если мы посчитаем по числам, мы увидим 70. И еврейское толкование говорит, что это 70 коренных народов, от которых развились все остальные. И вот число, 29-я глава, как раз говорит, что Израилю было положено совершать в первый день 13, потом 12, 11, 10, 9, 8 жертв. То есть, пока 7, а потом еще одна за свой народ. То есть, на самом деле, 70 плюс одна во время празднования Кущи. И это символизирует искупление. Расскажи нам немножко подробнее. Так вот, опять, если вы помните, в самом начале, когда мы говорили, мы говорили с вами о всех вот этих видов жертвоприношений. Там, жертва мирная, жертва... Хлебная, возлияние... Да, всех их 7, да. И на праздник Кущи как раз-таки мы увидим кульминацию всех вот этих жертвоприношений. Их все приносят. Все приносят. Плюс еще... Да, и жертва за грех, и жертва повинности, и возлияние делают там, и жертву мирную делают, да, и... То есть, все жертвы мы видим в эти праздники. И для народа Израиля это был праздник-праздник, потому что столько мяса. Опять мы на мясо. Ну да, ну, потому что как ты можешь праздновать что-то, если... Нет мяса. Нету на столе что покушать. А мясо ели не каждый день. Да, это мы сейчас, избалованные швармой. Ну да. Например, когда человек хотел покушать, да, даже простой хлеб, ты сначала должен этот хлеб помолить. Замесили, да. А потом ты должен замесить, а потом ты должен... Это целый производственный процесс. Ну да. То есть, женщина, чтобы покормить... Потом посадить в микроволновку. Да. Женщина, чтобы покормить ребенка своего, она встает в 5 утра и делает всю эту работу. Нелегкую, да. Интересно, они тогда хумус употребляли? А хлеб нас насущный? А? Хумус употребляли с хлебом тогда? Не знаю. Я слышал, что пили мало воды, потому что вода была нехорошая. Ну, мешали с вином. Пили вино. Да. Мешали с вином. Ребенку давать вино? А что нет? Боюсь, что будет. Тоф, так вот, и... Ну, мы закончим уже, да? Да, да. И кульминация всех вот этих жертвоприношений было как раз-таки в храме на праздник Суккот. Каждый день приносились все эти жертвы. Жертвы. За все народы мира. За все народы мира. И кроме этого, там еще были и агнцы за грех. И все сожжения было. И все-все-все. Вот это как бы была часть... То есть, ощущение, что каждый раз, когда принесли эти жертвы, освящали, искупали перед Богом группу народов. Те, которые приближались к храму. И накладывали на них. Те, которые отдалялись от храма, у них как бы не было... Понятно. Но накладывали на них весь комплект, который внесли все остальные жертвы. То есть, это, по сути, поясняет коллективную жертву еще. Еще. Еще самое главное, я не сказал. Когда приносили, например, жертву за грех или жертву всесожжения, обязательно человек, который приносил, он ставил свою руку на жертву, когда его убивали. То есть, он говорил, я трансформирую свою греховность на это животное. То есть, я должен умереть, но Бог принимает жертву этого невинного животного вместо меня. И так же и мы, когда мы встаем в молитву и молим Бога о прощении, мы как бы возлагаем свои духовные руки на жертву нашего Господа Иешуа. И мы смотрим на этот крест. Откуда идет для нас спасение? Потому что от него идет все прощение и искупление, и восстановление, и усыновление. Мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Я, может быть, в некотором заключении хочу сказать такую вещь. Очень многие христиане, когда смотрят Священное Писание, это вот была история Израиля, перелистнули, все, вот новая история. На самом деле, история одна. И то, что Израиль включил, оно повлияло на весь мир и не прекращает свое влияние. Мне очень жалко слышать часто, как многие даже, ну, скажем так, крутые пастора полностью игнорируют этот вопрос. Не понимая его, не понимая Ефесянам, не понимая, между кем и кем Бог устраняет стоящую преграду. Не между язычниками и Творцом, а приближая язычников к Израилю. И вот в этом свете, я думаю, вся вот эта история жертв, которую Нерия нам показал, как оно работает, как оно включает, как оно на нас действует, как оно говорит о Господе Иешуа, как нам подходить, передавая, трансформируя, что воспринимать для себя. Я думаю, всем нам важно это понять, осмыслить. И мы просто предлагаем вам, посылайте нам по нашему имейлу вопросы. И мы через какое-то время позовем Нерию назад, выложим ему все эти вопросы и попросим его еще раз ответить. Он живет недалеко, в Батьяме, а мы находимся в Хайфе. Может быть, в заключении еще одну вещь скажу. Я думаю, что мы сможем высветить это на экране. Когда мы делали наш зал, то Арон-Кодыш, место для свитков, мы сделали в виде столпа огненного и облачного. И на этом столпе есть 70 кусков дерева, как языки пламени. И 71-ая, это ручка. Ей мы можем открыть Арон-Кодыш, и там внутри свитки стоят. Символизирует, что Израилем открывается откровение. А оно должно просветить и осветить все народы земли. Это такая маленькая рекламная про Шавейцион. Будьте с нами, мы благодарны вам, что вы заходите на наш веб-сайт, посоветуйте его вашим друзьям. И еще одна маленькая вещь. Мы достаточно добровольная организация. Мы немножко говорили про пожертвования, про десятины, про дздаку. Дздака, это когда мы от сердца жертвуем. Там на сайте у нас есть маленькая донейт. Жертвуйте. Потому что это не всегда просто содержать все вот это, что помогает нам транслировать. Сколько вам Бог даст желания жертвовать. Мы благодарим вас за внимание, благословение вам. Благословляем вас из Сиона, как написано в священных писаниях. И продолжайте следить за нашим сайтом. Oasis-media.tv До свидания. Спасибо, Нерия. С Богом. Субтитры подогнал «Симон»